Привет, друзья! Харьков на связи. Как ваши дела? Мои хорошо. Немножко дождливо у нас, но включили светофоры, хотя все равно нужно ездить внимательно, потому что на светофоры люди с автоматами тоже не всегда обращают внимание. О чем я хотел сегодня поговорить? Хотелось бы поговорить о добродушии и порядочности украинцев и, в принципе, нашего общества, которое сейчас объединилось. Вот на днях, пару дней назад нашел телефон, специально его не выключал, даже зарядил графический ключ, не могу никуда с него позвонить, ждал звонка хозяина. Хозяин отзвонился вчера. О, братишка, верни, пожалуйста, да, я говорю без проблем. Он где-то в районе пешей доступности, в районе 30 минут ходьбы от меня. Короче, мусолил мне вчера мост. Целый день у него не получалось там. Ого, братик мой, я не забуду. Короче, о чем это я? Мы, украинцы, народ, в принципе, правильный, хороший, отзывчивый, но, как вы понимаете, когда оно в мозг едет, то оно нахуй мне не надо. Так вот, а хотел бы я вас сегодня познакомить с хорошими действительно людьми, в отличие от меня, потому как многие считают меня не самым, не самым приятным молодым человеком. Вот, а поговорим мы о хороших людях, о волонтерах, которым я периодически по своей возможности тоже помогаю. Харьков Айд, сейчас я вас с ними познакомлю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, спасибо вам от всех мерковчан, лично от меня, за то, что вы делаете в нашем городе. Это очень круто, и вы действительно помогаете людям. Не важно, кто-то может там из этих же людей зло употребляет, но всем им нужна помощь. Да, иногда бывает такое, что мы приезжаем, отдаем пакеты с едой, а люди жарят в это время шашлыки, но это уже будет на их совести. Все-таки больше мы помогаем пенсионерам, людям, которые в этом нуждаются. И, конечно же, очень хотелось обратиться, не знаю, к родственникам или же к самим людям, которые сидят в отдаленных точках, куда тяжело добраться и мало кто туда ездит. Не все решаются, но мы ездим. Вы поймите, что принимаю решение остаться в своем неблагоприятном, я бы так назвал, месте для проживания в данный момент. Я имею в виду Северную Салтовку, я имею в виду Большую Рогань, Горизонт. Да, возможно, некуда выехать, я это могу понять. Но сейчас много людей помогает, и тут нужно еще обратиться к родственникам, потому что есть прям совсем-совсем старенькие пожилые люди, которым действительно некому помочь, они не уехать не могут, не на чем ему уехать. А есть же те, у кого есть родственники, они просто сидят в своем доме, я буду здесь жить. Чем это заканчивается? Заканчивается это тем, что мне потом звонят, пожалуйста, у нас бабушка там жила-жила, у нее дом разбомбили, она сейчас сидит на улице, там где-нибудь в условном, ну как уже это было недавно, в русской лозовой, там где реально ты выезжаешь и 99% что тебя нахуй расстреляют. Ты не доедешь даже до этой бабушки, чтобы ее оттуда вывезти. Но слезно просят туда поехать, потому что бабушка там сидит. Но бабушка приняла свое решение остаться там на своем месте. Теперь уж извините, как бы тратить свою жизнь, ну, это немного эгоистично. Поэтому большая просьба, чтобы этого не было, потому что их ехать нам придется все равно, мы своих не оставляем. Но очень большая просьба провести беседу с такими бабушками, дедушками и любыми способами их вывозить. Возможности есть, волонтеров много и бесплатно вывозят, и как угодно. Не надо там придумать, да, есть долбоебы, которые там сумасшедшие деньги за это берут, но очень много бесплатно ездят и, пожалуйста, обращайтесь к волонтерам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем мира, всем любви и солнца, которое скоро, не сомневайтесь, зайдет над нашей страной. И будем мы греть косточки свои вместе с мяском на пустынных, я имею ввиду, пустынных от россиян и заполненных нами пляжах Крыма, нашего украинского Крыма. Мира всем! Субтитры сделал DimaTorzok